МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома обрыва. В Иркутске коммунальная авария на стройплощадке едва не привела к обрушению жилого здания. В программе расскажем о последствиях опасного соседства и сколько нарушений насчитали проверяющие. Пересчитать свои расходы скоро придется жителям региона. Ведь грядет подорожание основных продуктов питания, хлеба и сахара. Сегодня выясним, когда повысятся цены и каких населенных пунктов это коснется. Вблизи нескольких населенных пунктов в Иркутской области обнаружены опасные отходы. В выпуске узнаете, кому и чем угрожают находки. Нашел котят, которые, как выяснилось, совсем не те, за кого себя выдают. Каких необычных существ предвел японец? И что из себя представляют иркутские съедобные кормушки, поведаю в рубрике «Повесточки». Теперь подробнее об этих и других новостях. Строительство многоэтажки в Иркутске едва не закончилось трагедией. Была угроза, что в котлован обрушится находящийся по соседству жилой дом. Спасателям пришлось проводить эвакуацию жителей. К своей квартире они вернулись лишь спустя сутки и до сих пор находятся в состоянии тревоги. Хотя сейчас стройка и заморожена, идет выяснение причин инцидента, хронология событий и первые выводы специалистов далее. Теперь риэлторам придется очень постараться. Соседи далеко не тихие, стройка буквально под окнами и спокойным места не назовешь. Накануне жителям этой иркутской шестиэтажки даже пришлось покинуть квартиры. Причина – вода, хлынувшая в котлован стройки. За несколько часов вылилось полторы тысячи кубометров. Потоки размыли дорогу, разрушили подпорную стену жилого дома. Возникла угроза обрушения. Спасатели объявили эвакуацию. Вывели на улицу обитателей почти сотни квартир. Чтобы осушить внезапно появившийся водоем, понадобилась ночь. С утра по окончанию выполненных работ приступили к обратной засыпке грунтом для возможности спуска уже тяжелой техники. С утра в 9 часов начали завозить уже ПГС. Засыпали порядка двух тысяч кубометров ПГС с уплотнением. Большинство эвакуированных разъехались по родственникам и знакомым. Остальных разместили в школе. Вернуться в свои квартиры горожане смогли только после того, как эксперты пришли к заключению. Угроза обрушения миновала. Здесь же на месте ЧП комиссии специалистов администрации, строенодзора, работников прокуратуры и коммунальщиков приступила к выяснению причин. И уже есть первые выводы. Подподная стенка, которую сделал подрядчик, строитель, она не проходила экспертизу в проектной документации. Более того, в проектной документации, которая прошла, экспертизы никаких решений по этой подподной стенке нет. Более того, эта подподная стенка была воздвигнута в границе охранной зоны водопровода, что повлияло на непосредственно аварийную ситуацию и разрыв водопровода. Строителям это грозит серьезным штрафом. Скорее всего, возникнут вопросы и к организации, составившей положительное экспертное заключение о проекте бесподпорной стенки. По предварительным выводам комиссии, она все же должна быть. Кстати, к фирме уже были нарекания. В 2014 году ее даже лишали лицензии за многочисленных нарушений. А жители, едва не рухнувшие шестиэтажки, неоднократно жаловались на беспокойных соседей. Так что неясно, появится ли на месте этого котлована дом высотой в 21 этаж, как это заявлено на сайте застройщика, выбравшего своим девизом фразу «простые решения». Простые решения, судя по всему, простыми уже не станут никогда. Сейчас решением администрации все работы на стройке приостановлены до установления причин. Только после этого будут делаться соответствующие выводы. И только после этого приниматься решение, продолжать ли строительство. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Беспрецедентное происшествие в Свердловском районе города стало поводом для масштабных ревизий. Специально созданная комиссия проверит все стройплощадки областного центра. Мониторинг будет проходить в предельно сжатые сроки. В состав комиссии войдут специалисты градостроительного комитета, служб обслуживающих сетей и стройнадзора. Цель проверок не только выявить возможные нарушения, но и выработать согласованность при проектировании и возведении многоквартирных домов. Дело в том, что выдачу разрешений и контроль качества работ выполняют разные ведомства. И чтобы, к примеру, городская администрация получила полную и объективную картину происходящего на строительном рынке, ей необходимо делать несколько запросов в различные службы. А осуществить это оперативно удается не всегда. Уж слишком оперативно, даже быстрее, чем хочется, растет стоимость важных продуктов питания в Иркутской области. На прошлой неделе эксперты сообщили о грядущем подорожании хлеба по всей стране. И вот в нашем регионе уже сменились ценники и не только на хлебобулочную продукцию. Тему продолжит Юлия Шенкарюк. Менять ценники в Шелиховском магазине просто не успевают. Стоимость продуктов питания и здесь, и в других торговых точках по всему региону меняется с завидной регулярностью. Только за октябрь килограмм сахара подорожал с 45 до 56 рублей. Несладкое изменение цены коснулось не только Иркутской области. Эксперты связывают это с низким урожаем сахарной свеклы. Но покупатели заметили, повысились цены и на другие продукты. Цены, конечно, выросли очень значительно. Допустим, с 1 октября было подорожание на сахар, на рыбную продукцию, на мясную продукцию. И заметно более 10 рублей, скажем так, подорожал сахар. Рыбная продукция подорожала тоже более 20 рублей. И поводов для тревог меньше не становится. Производители по всей России заявляют, грядет подорожание хлеба на 10-20% до конца года. Среди главных причин – повышение цен на бензин. В Иркутской области топливо только за октябрь подскочило в стоимости в среднем на 2%. Наш регион даже стал рекордсменом по росту цен. Видимо, поэтому пока специалисты только прогнозируют подорожание хлеба по стране в Прибайкале, оно уже началось. 4 октября подорожал хлеб, мука, хлебобулочные изделия. Хлеб на 2 рубля. Иркутский, и шелиховский. Подорожает и ангарский. Местные производители уже заявили об этом. И дело не только в дорогом бензине. Выросла цена и на пшеницу. Из-за спроса экспортеров. На наше основное сырье, а это зерно и мука, выросли цены на 20%. Также рост цен коснулся и немаловажного второго продукта для производства хлебобулочных и кондитерских отделей – маргарина. Маргарин вырос на 15%. В связи с этим мы вынуждены поднять свои цены на 10%. Любопытно, что несмотря на такие заявления производителей, федеральные антимонопольные службы заявили – бояться роста цен на хлеб не нужно. Ведь, по мнению главы ведомства, предпосылок для подорожания нет. В стране зафиксирован рекордный урожай зерна. В службе пообещали контролировать стоимость пекарских изделий. Что ж, разобраться с ценами на бензин тоже в свое время обещали. Юлия Шенкарюк, Виктор Черкашин. Новости по будням. Цены растут и многим жителям региона приходится ограничивать себя в покупках. На чем наши земляки не готовы экономить? Ответы далее. На продуктах, наверное, у меня диета. Я не экономлю на здоровье никогда. Лечение для меня, особенно зубы, самое важное. На продуктах не готовы. Но здоровье важнее. На одежде, на обуви не готовы сэкономить. Могу на продуктах экономить, на технике нет. Наша жизнь зависит от того, что мы едим. Качественная пища, значит, качественный образ жизни. Безусловно, на одежде, обуви. Большинство иркутян не готовы сэкономить на продуктах. Я присоединяюсь к горожанам, потому что для меня здоровье в приоритете. А значит, и питание должно быть соответствующим. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Не соответствуют здоровым нормативам воздух и почва. К таким неутешительным выводам пришли специалисты регионального Россельхознадзора. Они обнаружили вопиющее нарушение санитарных правил сразу в нескольких населенных пунктах под Иркутском. Источники вероятных болезней налицо. А вот виновных и в ситуации, и способы ее исправить, еще придется поискать. Подробности далее. Зрелища не из приятных. Тонны мутной воды с фекалиями выливаются прямо на землю, вблизи села Айок. Свидетелями этого регулярно становятся местные жители. Им удалось выяснить. Ассенизаторская машина и трактор с бочкой приезжают буквально друг за другом. А кто вам сюда-то разрешил сливать? Ну, вам указания дали сюда сливать. Кто дал указания сливать, теперь будут выяснять специалисты Россельхознадзора. Они зафиксировали номера техники, по которым предстоит искать организатора Зловонного озера. Этот человек или предприятие может поплатиться как минимум штрафом за порчу земли сельхозназначения. Но все же главное заставить его остановить поток фекалий. Ведь они уже затопили 2,5 гектара земли вблизи пашни. Рядышком пасется скот. И это очень опасно. Фактически явная угроза не только порчи земель, но и вреда для здоровья людей, животных окружающей среды. Это и кишечные палочки, это и энтерококи, ну и другие вредные вещества, которые недопустимы их содержание в почве. Недопустимые химические вещества попадают в почву и воздух и вот таким образом. Это вновь Иркутский район. Дымом дышат несколько сотен жителей. За моей спиной деревня Ширяева. До ближайших домов каких-то три сотни метров. А вот здесь уже начинается настоящая свалка. Как долго она горит, неизвестно. Да и тушить ее некому. Предприятие-арендатор сельхозземли, похоже, не в курсе происходящего. Злоумышленники тем временем успели замусорить несколько гектаров. Выкопали карьер. И, судя по следам, сливают туда жидкие коммунальные отходы. В этой почве могут оказаться также соли тяжелых металлов, нефтепродукты и вообще что угодно. Конкретнее выяснит лаборатория. Здесь у меня включенный GPS-навигатор. Он автоматически фиксирует точку отбора. Точка невозврата для этой почвы, возможно, уже пройдена. Не факт, что удастся восстановить ее плодородие. А вот владельцам этих коров стоит следить за буренками. Молоко после таких прогулок на пользу здоровью точно не пойдет. Лада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Больше пользы или вреда от рекламы на дорожных указателях? Ее в Иркутске становится все больше. Водители возмущены возможными последствиями, ведь объявления отвлекают. А законны ли они вообще? Ответ искал Павел Желудев. На право улице Иркутской 30-й дивизии, через 300 метров улица Зверева и через 100 метров салон обуви. Вот такой дорожный навигатор можно встретить на каждой второй улице Иркутска. И помимо указания городских топонимов, она содержит откровенную рекламу, которая сошла с баннеров и переместилась на дорожные знаки. Причем шифруется реклама очень профессионально. Тот же размер и тот же шрифт. Но только есть ли в этом какая-то польза для водителей? Большой вопрос. Супермаркеты, аптеки, фитнес-клубы и рестораны. Вариаций коммерческих указателей в Иркутске множество. Но одно дело, когда они существуют обособленно. И совсем другое, когда реклама появляется на дорожных знаках. Побороть ее реально, ведь даже федеральный закон запрещает размещение коммерческих наименований на спецзнаках. И дело тут в элементарной безопасности. Основная претензия к рекламе, расположенной на дорожных знаках, в том, что она не столько отвлекает водителей, сколько путает их. Яркий пример на улице Лермонтова. Вот на этом знаке есть указание. Женский фитнес-клуб. Для этого необходимо повернуть налево. Но первое, что видит водитель далее, знак «Поворот налево» запрещен. Втитываться в детали и узнавать, какое расстояние еще нужно проехать, у многих автомобилистов просто нет времени. Поэтому не исключена аварийная ситуация. Однако, несмотря на букву закона, некоторые рекламодатели продолжают использовать спецзнаки в своих целях. Первыми, кто отреагировал на сложившуюся путаницу, стали сами автомобилисты. И в администрации Иркутска после нашего обращения, в том числе, возмущение услышали. Очень много стало. То есть водитель теряется, рассеивается внимание. Город просто перенасыщен этими знаками. Но вот как бы с сегодняшнего дня все это рассматривается на рабочей группе по безопасности. Каждый случай индивидуально. Но мы планируем, наверное, уже прекращать. Финальный этап отказа от рекламы на знаках – полный демонтаж уже существующих табличек. Как скоро это произойдет, в администрации пока не говорят. Но задача поставлена четкая. Ведь на дороге нужно думать о дороге. А реклама, бьющая по глазам, вряд ли помощник в этом деле. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. В нашем законодательстве немало пробелов. Кому-то они позволяют хитрить, а кому-то избегать наказания. В частности, большие споры ведутся вокруг статьи Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Некоторые эксперты считают, что она не работает и не позволяет призвать к ответу живодеров. Этим обеспокоились и в Госдуме. Один из депутатов предложил создать зоополицию. Подразделение должно будет встать на защиту прав четвероногих. И пресекать жестокое обращение с ними. Кроме того, зоополицейские будут привлекать к ответственности живодеров. Предполагается, что такая структура может появиться в МВД или Россельхознадзоре. Поддержат ли идею прогнозировать сложно. Одно можно сказать с уверенностью. Случаи жестокого обращения с животными учащаются. В том числе и в Иркутской области. Так, в Шелихове в прошлом году мужчина до смерти избил собаку на заправке. Так он выместил гнев после увольнения. Живодера наказали на 120 часов обязательных работ. Другой случай издевательства над псом остался безнаказанным. Домашнего питомца, который сорвался с поводка, избили, пока его искала хозяйка. В итоге собака лишена зрения, а живодеров так и не нашли. Несмотря на то, что зоополиция это пока просто идея, ее уже активно обсуждают зоозащитники. В частности, в Иркутске мы решили спросить у местного эксперта, насколько актуально создание такого подразделения. А также, какие еще меры должны быть введены, чтобы жестокого обращения с четвероногими стало меньше. Зоополиция, она нужна, потому что наши органы власти, полиция, она не всегда хочет заниматься такими делами. Поэтому, если будет зоополиция, это будет замечательно. Но, опять-таки, нам нужен закон об ответственном обращении с животными, потому что без этого закона вполне возможно, что эта идея провалится так же, как и ужесточение 245-й статьи. Нужны уроки доброты в школах, нужно, чтобы учителя об этом говорили, потому что есть такие случаи, когда учителя говорят, там, шавка блохастая, там, не трогайте ее и так далее. То есть, не должно быть такого. Должны прививать любовь к детям с рождения, со школы, с детского садика. Любовь к животным явно не приявили людям, чей поступок вы увидите далее. Фотография, которую отправили наши подписчики в соцсетях, кроме возмущения, не вызывает ровным счетом ничего. В общем, сейчас все поймете сами в рубрике «Народный корреспондент». На вид обычная городская урна. Она установлена в самом центре Иркутска. Но если присмотреться, то среди пакетов и бутылок можно обнаружить двух маленьких котят. То есть, кто-то целенаправленно их выбросил. Сложно даже представить, насколько черствым человеком нужно быть, чтобы так поступить. Тем не менее, факт остается фактом. Однако нашлись и те, кто забрал котят с собой. А значит, у Иркутска все-таки есть шанс. Ведь помимо плохих людей, в этом городе живут и хорошие. И хочется верить, что последних подавляющее большинство. Если и вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. В окружении нас иногда оказываются люди, которые готовы ради наживы закрыть глаза на закон. Я сейчас о фальшивомонетчиках. Стало известно, что они начали подделывать банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. За третий квартал текущего года специалисты Центробанка обнаружили почти сотню таких денежных знаков. Это данные по всей стране. Есть ли в общей массе подделки из Иркутской области? Не сообщается. Все фальшивки были распечатаны на простом принтере, утверждают представители госзнака. Количество подделок старого типа, кстати, практически не уменьшается. Больше всего среди выявленных фальшивок купюр номиналом 5000. А вот монеты у мошенников не пользуются популярностью. Всего 37 штук оказались ненастоящими. Когда дело касается расчетов, важно быть уверенным не только в том, что деньги настоящие, но и что они дойдут до адресата. Как решают этот вопрос жители Иркутской области, узнаете в ценном выборе. Это простое и привычное движение для клиентов офисов Сбербанка. В отделения приходят в том числе для получения пенсии, проведения платежей, налоги, штраф и коммуналка. Кстати, насчет последних. Только в этом году через Сбербанк в регионе собрано 8 с лишним миллиардов рублей поставщикам услуг. Большая часть суммы прошла через дистанционные каналы банкоматы, интернет-банк или автоплатеж. Однако 15% клиентов по-прежнему предпочитают пользоваться кассами офисов. В любом случае, те клиенты, которые привыкли обслуживаться у нас в офисах, Сбербанк продолжает развивать сеть офисов Сбербанка. На территории Иркутской области действует более 200 филиалов, где наши клиенты могут получить все банковские услуги. Далеко не всем доступны дистанционные сервисы. К примеру, людям старшего поколения. У многих нет смартфонов и интернета. А для кого-то оплата в офисе – это просто вопрос привычки. К тому же в некоторых отделениях Сбербанка стали открываться подразделения с бытовых компаний. А значит, клиенты смогут не только оплатить счета, но и лично получить консультацию по коммунальным вопросам. Давид Азизов, Надежда Казакова. Новости по будням. Вопросы, связанные с экологией Байкала, обсуждаются из года в год. Но есть те, кто предпочитает словам действия, о ком речь узнаете прямо сейчас. Все внимание приковано к экрану. Впечатления волонтеров Большой Байкальской тропы за летний сезон попытались уместить в 20-минутный фильм. Они же – зрители в зале. Собрались подвести итоги работы по облагораживанию побережья Байкала. Именно руками добровольцев создается новая веха экотуризма на озере. Никита Сухих к работе присоединился недавно. Это интересно и также охота передать будущим поколениям, что надо все-таки сохранять природу. Сохранять природу, скооперировав усилия, проще. Поэтому такую работу Ассоциация Большая Байкальская тропа и компания «Н-Плюс Групп» совместно ведут уже 7 лет. Год текущий выдался богатым на события. Возведено, отремонтировано и расчищено более 13 километров туристических тропов. Устроено несколько смотровых площадок. Отдых на Байкале должен быть не только познавательным, но и безопасным. Причем не должна страдать и экосистема озера. Этому сейчас учат в глобальных масштабах. Мы выезжаем в города и поселки, в игровой форме с ребятишками общаемся и объясняем им такие сложные понятия, как, например, экосистема. Вообще для деревенских ребятишек это очень большое, конечно, значение имеют наши выездные занятия, поскольку в городе у детей много возможностей. А в деревне у ребятишек наши выездные занятия зачастую становятся большим событием, которое они ждут всем поселкам. Именно эко-просвещение помогает в борьбе за чистоту Байкала. В сентябре с побережья озера собрано и вывезено более 400 тонн отходов. Это в два раза меньше, чем в 2017-м, но говорить о полном решении проблемы рано, поэтому субботники и дальше будут проводиться в рамках проекта 360. Самого известного в комплексной программе по защите Байкала, которую реализует Н-Плюс Групп. Мы стремимся о Байкале заботиться круглый год и стараемся делать это комплексно. И мы гордимся партнерством с ассоциацией «Большая байкальская тропа». Ведь эти люди не только говорят, как правильно заботятся о Байкале, но они берут в руки тяжелые инструменты, идут и делают реальные дела. Вклад в сохранение Байкала, вклад в наше общее будущее. Чем больше жители региона это поймут, тем дольше мы и наши дети будем наслаждаться красотами озера. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Вклад в культуру нашего региона и всей страны уже внесла бывшая жительница Иркутска. Режиссер Наталья Меркулова будет претендовать на одну из главных кинопремий мира «Золотой глобус». Кинолента, созданная ею в савторстве с Алексеем Чуповым под названием «Человек, который удивил всех», была выдвинута на конкурс от России в номинации «Лучший иностранный фильм». Окончательный список номинантов станет известен 6 декабря. Вручение премии пройдет 6 января в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что кинолента «Человек, который удивил всех» связана с Иркутской областью даже на уровне сценария. В недавнем интервью газете «Известия» авторы фильма рассказали, что историю о мужчине, заболевшем раком и пытавшемся обмануть смерть, перевоплотившись в женщину, Наталья услышала именно в нашем регионе. Ранее картина была показана в рамках программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, где завоевала награду за лучшую женскую роль. Кстати, в прокат в Иркутске ленту включили по просьбе Натальи. Так что нам вдвойне приятнее осознавать, что в свое время Меркулова была частью медиахолдинга НТС, работала главным редактором. Поработать предстоит юным иркутянам. Они должны придумать оригинальное меню для пернатых. О чем речь, объясним после новостей спорта. Кубок мира покорился в четвертый раз. Иркутский рекорд выиграл престижные соревнования по хоккею с мячом среди женских команд. Представительницы нашего региона были сильнее соперников во всех встречах. А в финале обошли шведскую команду со счетом 4-2. Для иркутянок эта победа – четвертая в истории турнира. Кубок мира разогнались до третьего места, а пилот-брачанин Александр Бредихин, разгоняющий Евгений Гур, взяли бронзу на Кубке России по вопслею. Состязания проходили в Сочи, призеров определяли по итогам двух заездов. Помогают ли дома стены? Узнаем совсем скоро. Иркут на стадионе труд примет «Зенитфарм». Игра пройдет 30 октября в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов «Суперлигия-1». Соперники на данный момент – аутсайдеры. Иркут на седьмой строчке рейтинга. В каждой строчке предложение, как руководить государством. Эти девчонки и мальчишки строят свою собственную цивилизацию. Более сотни ребят примеряют на себе роль руководителей государства, экономистов, политиков, журналистов. Такой необычный фестиваль проходит в школе Шелиховского района. Дети учатся развивать производство, сельское хозяйство, заботятся о населении своей страны и привыкают платить налоги. А что еще интересного происходит в регионе, за его пределами знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте. Осень. Порой так хочется чего-то мягкого, теплого и пушистого. Сегодня как раз обо всем этом и пойдет речь. Почувствовать тепло смогут жители Саянска. Там состоится выставка-ярмарка варежек. Связанные своими руками изделия может принести каждый и принять участие в конкурсе. Среди критериев отбора – оригинальность, соответствие традиции или современной моде. Также во время работы выставки будет действовать благотворительная акция «Теплые ладошки». Принесенные варежки в день Николая Чудотворца передадут в Центр гуманитарной помощи семьям при местном храме. Помог выжить и забрал с улицы котят житель Японии. Мужчина приютил малышей, чтобы они избежали жестокой участи бездомных зверей. Их усыпляют. Правда, найденыши оказались не теми, за кого их принял японец. Ветеринар заявил, что это – щенки. Но когда они подросли, стало понятно детенышей – енотовидные собаки, которые, согласно японской мифологии, приносят счастье. Счастливы будут птицы зимой, когда заметят съедобные кормушки. Их сделают иркутские ребята. Проявить заботу о пернатых вызвали школьники Правобережного округа. Ученикам надо изготовить полностью съедобные кормушки из овощей, крупы и хлеба. От них не останется мусора, все склюют птицы. Акцию помощи пернатым проводят уже три года. За это время в ней приняли участие более 400 детей. Приняли участие в спасении кошки жителей Иваново. Хозяйка оставила питомца дома и пропала. Соседи спустя несколько дней услышали жалобные крики брошенного животного и стали его подкармливать. Придумали необычный способ. Только так кошку удалось спасти. Ведь стражи порядка отказались скрывать квартиру, чтобы вызволить голодную страдалицу. Лишь спустя 10 дней объявилась хозяйка. Все это время она отдыхала и лечилась в санатории. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Как бы не банально звучала эта фраза. До встречи. Небанального вам завершения вечера. До новых встреч. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова